Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенков, CEO компании Руки. И сегодня мы решили поговорить о маркировке рекламы, о законе по маркировке рекламы. И для этого пригласили, ну, кажется, наверное, наиболее сведущего человека в этом. У меня в гостях Никита Кравченко, эксперт по работе с платным трафиком и маркировке рекламы компании Елама. Никита, привет! Привет, привет, Алексей! — Слушай, ну, давай, прости, мы делаем подкаст все-таки для людей, которые занимаются бизнесом, но не диджиталом, да? И поэтому иногда я, в общем, от имени вот этой аудитории, там, представителей малого, среднего бизнеса, буду задавать, может быть, ну, немножко такие наивные вопросы. Но, знаешь, как говорится, самый глупый вопрос — незаданный вопрос. Поэтому давай вот я все-таки буду их спрашивать. Скажи, пожалуйста, ну, неужели вот всю, совсем всю рекламу нужно маркировать? Ведь, вот опять же, говоря про малый бизнес, ну, вот кажется, у человека там, ну, пара каких-то баннеров и совсем какой-то, ну, крошечный бюджет. Неужели вот тоже нужно маркировать? — Да, задают такие вопросы довольно-таки часто, поэтому ты не первый, кто спрашивает. Действительно, как только доходит информация до представителей бизнеса, они сразу слегка шокируются и говорят, ну, правда, у меня бюджетик небольшой, ну, мне вот еще куда-то что-то идти, что-то делать, может быть, как-то можно пролезть и вообще ничего не маркировать? — Нельзя, к сожалению, нельзя. Действительно, абсолютно вся интернет-реклама, которая размещается на территории Российской Федерации, подлежит маркировке и учету. Неважно, вы один баннер в месяц запускаете, один баннер в год вы запускаете или каждый день крутите десятки тысяч разных рекламных материалов на разных площадках, это подлежит маркировке и учету. Поэтому абсолютно всех этот закон касается, кто размещает интернет-рекламу. Маркироваться нужно и отчитываться нужно. — Понятно. Скажи, пожалуйста, а если все-таки компания, бизнес обращается к услугам фрилансера или агентства, то можно быть спокойным, что, ну, в общем, я обратился к профессионалам или, скажем, полупрофессионалам, они знают, что делают, и вот я как бизнес могу спать спокойно? — Ну, полностью быть спокойным нельзя вообще никогда, это мое личное мнение. Но если вы как бизнес работаете с подрядчиком, неважно с кем, там агентство, большое-маленькое, фрилансер, то вы можете себя обезопасить. Я рекомендую либо в договоре прописать, либо в доп. соглашении прописать, что именно агентство или фрилансер берет на себя в том числе обязанности и ответственность за маркировку и отчетность по вашей рекламе, которая для вас запускается. Эта ответственность в полной мере с вас не снимет. То есть в любом случае, когда, если и когда возникнут вообще штрафы, появятся какие-то штрафы, может быть, даже к вам придут там из Роскомнадзора и вас оштрафуют, то, по крайней мере, вы потом по этому договору, на основе этого договора, на основе доп. соглашения сможете востребовать тот штраф, который выпишут вам. Поэтому на текущий момент вы как бизнес обязательно должны задать вопрос своему подрядчику, как исполняются сейчас требования нового закона о маркировке интернет-рекламы по вашей рекламе, которая запускается для вас. Если этого еще нет в ваших договорах, это должно появиться обязательно. Этим можете озадачиться вы, этим может озадачиться подрядчик. Вы вместе должны обсудить, что там должно появиться, потому что подрядчик, скорее всего, себя тоже захочет как-то обезопасить. Возможно, вам понадобится помощь юриста для того, чтобы все грамотно составить. Можно в интернете поискать шаблоны. Они уже есть, в общем-то, в открытом доступе. Их можно найти, как разные участники рынка прописывают это в своих договорах. И в конечном итоге, только в этом случае, когда в договоре все прописано, вы сможете спать спокойно. Слушай, мне кажется, у вас тоже был, я имею в виду, у Елама был какой-то такой чек-лист или какой-то образец. Я просто к тому, что мы могли бы, наверное, в комментариях к подкасту, в общем, какие-то вещи, ссылки дать, чтобы нашим слушателям было легче ориентироваться. Да? Есть такое? Да, мы делали материал, наши юристы делали материал на эту тему и давали комментарии. И коллеги по рынку, которые у нас выступали, юристы от рекламного права, тоже делали прям полноценный такой допник. Он, конечно, шаблон. Все-таки я всегда об этом говорю, что если вы нашли какой-то шаблон, принимайте его как образец. Не надо просто брать, вписывать туда свою информацию и использовать его. Но как такой шаблон, какая-то помощь, то, от чего оттолкнуться, мы, конечно, можем вам дать, поделиться с вами. Посмотрите обязательно. Если возникнут какие-то дополнительные вопросы, приходите, спрашивайте, мы постараемся вам помочь. Слушай, а можешь чуть-чуть, ну вот давай, так сказать, отмотаем на полгода назад, ну может быть чуть больше, чем на полгода, и посмотрим, вот какие основные происходили события. Вот я помню, что сначала мы все так немножко напряглись и ждали принятия закона. Это было 1 сентября 2022 года. Потом нам сообщили, что да, закон принят, он действует, его нужно исполнять. Однако, пока что нам дадут такой период разогрева. Ну я имею в виду в плане как-то привыкнуть, освоиться с этим. Понятно, что на первых порах там могли быть допущены какие-то ошибки или неточности. И был период такого моратория там, по крайней мере, на штрафы до 1 марта. В этой части хочу просто, чтобы ты как-то дал предысторию и, может быть, немножко спрогнозировал, что будет происходить в какие-то ближайшие недели или месяцы. Да, действительно, ты все правильно рассказываешь. Действительно, 1 сентября вступил закон в силу с 1 сентября. По идее, по закону абсолютно все, кто размещает рекламу на территории РФ, должны ее маркировать, должны отчитываться. И да, был период апробации. Можно сказать, что он еще продолжается в какой-то степени, потому что штрафы действительно не появились. Именно за отсутствие специального идентификатора, который нужно получать на каждый рекламный материал. Чуть попозже об этом еще расскажу. И этот период апробации в первую очередь был дан для того, чтобы разобраться, как бы прям уже на живом, прям по ходу дела разобраться с тем, как с этим работать. Мне кажется, что не до конца проработав абсолютно все форматы рекламы, которые существуют на рынке, все равно закон вступил в силу. То есть все равно его приняли, все равно его запустили. Потому что иначе это можно было бы тянуть до бесконечности. А так дали все-таки период разобраться. Сказали, штрафовать пока не будем. И по ходу дела уже рынок действительно стал во все это вовлекаться. Появилось огромное количество вопросов. Как правильно это делать? Кому нужно все это делать? Как размещать эти идентификаторы? Все эти вопросы стали относить Роскомнадзору. Роскомнадзор, надо отдать им должное, что именно в плане закона маркировки интернет-рекламы они довольно-таки открыты и отвечают на все вопросы, которые к ним приходят. Им отправляют вопросы такими волнами, целыми списками. Они на них отвечают. И, кстати, их ответы можно найти тоже в интернете, в открытом доступе. Их публикует АРИР. Мы ссылочку, я думаю, тоже сможем к подкасту прикрепить, для того, чтобы вы могли пойти почитать прямо от Роскомнадзора официальные ответы. Кроме того, они приходили, представители Роскомнадзора приходили на два круглых стола, которые мы Елама проводили вместе с Деловым Петербургом. И тоже открыты, вообще, круглые столы были задуманы все-таки как круглый стол, когда все пообщаются, выскажут свое мнение, поделятся своими кейсами. Но в итоге, в конечном итоге, это превращалось в какой-то степени как раз в ответы на вопросы от Роскомнадзора. Потому что у всех, кто был на этом круглом столе, были вопросы к Роскомнадзору. Это была отличная возможность задать вопрос, получить ответы. И опять же, они действительно отвечали, ответили на все вопросы, которые у нас были. И вот последний круглый стол, когда мы проводили, по-моему, это было в феврале, как раз уже дело подходило, в конце февраля это было, дело подходило к марту. И у нас был основной вопрос, будут ли штрафы. Начнут ли штрафовать с 1 марта, потому что период апробации подходит к концу. И представители Роскомнадзора подтвердили, что с 1 марта точно штрафы введены не будут. Пока что еще собираются, они собирают информацию о том, как в целом рынок уже маркируется, какие ошибки допускаются, формируют базу. И на текущий момент, сегодня у нас конец марта, на текущий момент никаких изменений в Кодекс административных правонарушений еще не внесено. Пока не внесено, штрафовать вас не могут, в принципе. Единственное, я должен сказать, что не могут вас штрафовать лишь за часть закона или часть тех требований, которые вы обязаны выполнять. Вообще вся маркировка интернет-рекламы разбивается на... Я ее разбиваю на два таких больших блока. Это маркировка в части получения специальных идентификаторов на каждый рекламный креатив, добавление этих идентификаторов к рекламным материалам и отчетность потом за эти рекламные материалы. А вторая часть – это добавление плашки рекламы и указания на конечного рекламодателя. И вот что интересно, закон один, но за добавлением плашки рекламы и указанием на рекламодателя следит антимонопольная служба, а за идентификаторами и отчетностью Роскомнадзор. И вот по части Роскомнадзора пока что никакой ответственности нет официально. В КОАП этого нет, а штрафовать вас не могут. Вот в будущем, возможно, появится, просто следите за новостями. А вот за отсутствие пометки рекламы и указания на рекламодателя от ФАС ответственность уже может быть прямо сейчас. Это есть в Кодексе административных правонарушений. Отсутствие пометки рекламы и указания на рекламодателя – это действительно нарушение закона, которое может повлечь штраф уже сейчас до 500 тысяч на юридическое лицо. Пока что нет никаких кейсов, не на что опереться, никого еще не штрафовали. Но настоятельно рекомендую, вот когда вы где-то слышите, что штрафов еще нет, не принимать это, не опираться на это, что типа вас вот точно не оштрафуют, можно пока что ничего не делать, потому что ко мне часто тоже с таким приходят. Типа, Никита, ну штрафов же нет, мы пока не будем маркироваться. Нет, нужно уже сейчас полностью исполнять все требования закона, потому что, ну вот по одной части уже может быть штраф, а по второй части неизвестно, когда появится. И когда появится, неизвестно, как вообще будет регулятор действовать. Вот за этот период, который мы ничего, допустим, не делали, ну, допустим, кто-то из предпринимателей сейчас ничего не делает, его рекламу не маркируют, не отчитываются. Вот за этот период вас оштрафуют или нет? Ну, как будто бы закон обратной силы не имеет, как будто бы не должны задним числом оштрафовать. Но я лично, я не могу ничего гарантировать, поэтому я на всякий случай всем говорю, вот сейчас уже, прямо сейчас начинайте маркироваться и отчитываться для того, чтобы не было никаких проблем. Вот, по поводу, сразу дополню, по поводу прогнозов на будущее. Ну, как таковых прогнозов пока что не могу никаких сделать, потому что в какой момент появится административная ответственность, в какой момент появятся штрафы, не знаю. Точно будут предупреждения об этом. Я прям уверен, что скажут, что вот теперь планируем внести изменения в КОАП, например. Теперь штрафовать начнем с 1 июня. Допустим, вот просто примерно, например, с 1 августа, с 1 сентября. Такое, это точно появится. Я думаю, что это будет в этом году. Наверное, ближе к концу года. Но когда, когда сказать не могу, конечно. Хорошо. Ну, интересно, да, у меня был этот вопрос. Вот ты говоришь, к концу года. Понятно. Друзья, я имею в виду для слушателей и зрителей. Конечно, здесь, вот в этом подкасте, никто гарантий не дает. Вот, в общем-то, там, ни Никита, ни я, мы не законодатели, там, мы не Роскомнадзор или ФАС. Но просто здесь можно, наверное, ориентироваться, ну, вот на опыт, в том числе и Никиты. Закон приняли 1 сентября, вот он работает. Вот до сих пор мы выйдем в апреле. Пока еще, ну, на самом деле, здорово, что власти все-таки, ну, так, смягчили эту историю и дают всем время, ну, как-то научиться разобраться. Абсолютно здесь, как это говорится, плюсую к Никите. Что не надо ждать, как это, пока гром прогремит. В общем, уже у нас с вами есть время, ну, как-то тренироваться, упражняться. Да, наверное, делать ошибки, но, по крайней мере, сейчас за эти ошибки никто наказывать не будет. Можно их делать, учиться и исправляться. Скажи, пожалуйста, смотри, кажется... Вопрос первый, наверное, такой. А маркировка рекламы, это вот мы говорим только про диджитал или про всю рекламу в стране? Или реклама в стране маркировалась и до этого, и только сейчас дошли до диджитала? Вот я ничего про историю маркировки рекламы, как вот вообще, как индустрии, как явление, вот только вот, ну, как говорится, в сентябре об этом услышал. В других областях как? Да, я про другие области, честно говоря, особо не знаю, потому что я всю свою профессиональную деятельность провел именно в диджитал, и конкретно данный закон, он о маркировке диджитал рекламы, о маркировке интернет рекламы. Но на рынке есть требования по специальной маркировке, например, банковской деятельности. Ну, наверняка встречали, что там банк обязан указывать лицензию свою. Дополнительная маркировка, ведь это тоже маркировка, когда там надо поставить 18+, когда медицинская какая-то деятельность рекламируется, когда вы просто едете по городу, видите какие-то баннеры на улице и видите, что там много мелкого текста написано на этом баннере. Это, по сути, тоже в какой-то степени маркировка. Есть специальная маркировка у социальной рекламы. Социальная реклама маркируется в операторе социальной рекламы. Я тоже как бы от этого далек, потому что никогда с этим не сталкивался. Вот, допустим, социальную рекламу по требованиям нового закона маркировки интернет-рекламы маркировать не обязательно. Но есть специальный оператор социальной рекламы. То есть те, кто занимается продвижением чего-то такого социально значимого, они должны в другое место идти. У меня прям вот это прям об этом буквально следующий вопрос. Но перед этим по поводу, я имею в виду, следующий будет. Как это? Готовимся, да? Значит, что сейчас понятно, что точно маркировать не надо. Но сейчас мы до этого дойдем. Заканчивая вот с предыдущим топиком, у меня, вот скажем, вчера, по-моему, я видел, что Роскомнадзор планирует упростить отчетность для интернет-рекламы. И речь о том, что отменены нулевые акты, что, в общем, сократит документооборот и снизит налоговые риски. Ну, то есть первое, что хочу подсветить, что, опять же, идет некое совершенствование, я имею в виду, закона. И какие-то делаются, ну, не знаю, либо упрощения, либо исключения, там, где это невозможно или не нужно, там, как-то серьезно, значит, как-то контролировать, следить за этим. И второй момент. Вот расскажи, а что это за нулевые акты? Вот для тех наших слушателей, кто вообще не знает, что это такое. Да, тут, на самом деле, самый первый вопрос. Какие вообще нулевые акты? О чем вообще идет речь? Потому что нулевые акты, самореклама, это вот то, что пришло к нам как раз с новым законом маркировки интернет-рекламы, то, чего раньше не было. Например, самореклама. Когда ты сам у себя на своем собственном сайте размещаешь какой-то баннер, и антимонопольная служба может отнести этот баннер к рекламе, потому что там есть признаки рекламы, то есть он охватывает неопределенный круг лиц, он продвигает какой-то определенный товар, бренд, услугу и так далее. Он выделяется на фоне других, и получается, что ты на своем собственном сайте запустил рекламу. А для того, чтобы ее промаркировать и за нее отчитаться, тебе обязательно нужно пойти в специальный оператор рекламных данных, их семь сейчас на рынке, которые потом передают информацию в единый реестр Роскомнадзора. И вот внутри этого оператора рекламных данных система построена так, что тебе обязательно нужно завести договор, обязательно нужно добавить туда потом креатив с привязкой к этому договору, а потом обязательно нужно будет еще отчитаться по акту. А ты сам у себя этот баннер разместил. Какой договор? Какой акт? Ну вообще о чем идет речь? И такая же история вот по поводу нулевых актов касается, например, блогеров, СМИ, которые разместили рекламный материал. Ну, допустим, были такие договорные отношения, что мы размещаем рекламный материал у блогера, он на месяц, ну, допустим, на месяц, потом акт закрывается этим месяцем и все. Но ведь видео у блогера висит еще много месяцев вперед, много лет вперед может висеть. И на текущий момент структура выстроена таким образом, что блогеру, что СМИ нужно каждый месяц приходить в оператор рекламных данных, в личный кабинет заходить и каждый месяц отчитываться, ну, по факту, нулевым актом, что у тебя не было дохода по этой рекламе. Ты ничего, по сути, не выставлял своему заказчику, который эту рекламу заказывал. Но тебе обязательно нужно принести туда статистику, что эта реклама до сих пор крутится в интернете, потому что Роскомнадзор должен знать, что какая-то реклама до сих пор в интернете размещена. Что по этой рекламе есть определенное количество показов, и эту информацию нужно передать потом в реестр Роскомнадзора. Вот это и есть как раз те самые нулевые акты. Их не нужно формировать прямо физически. Их не нужно проводить там по бухгалтерии. Но их нужно заводить в оператор рекламных данных. Они просто называются акты, по сути, это такая отчетность. И вот вчерашняя новость о том, что Роскомнадзор собирается упразднить вот эти нулевые акты, это, по сути, новость, которую мы ждали. Мы знали, что они это сделают. Они об этом говорили уже, когда выступали у нас на круглом столе. Они хотят отвязать статистику от вот этих актов. То есть в дальнейшем не нужно будет каждый месяц, например, блогеру или СМИ, заходить в ОРД, создавать там какой-то специальный акт, которого вообще у вас физически не существует. Писать, что он по нулям, там нулевые суммы. А нужно будет просто статистику принести. Но статистику все равно надо будет принести в любом случае. А второй вопрос, как долго нужно будет отчитываться. Это вопрос, который мы называем вечной отчетность. Потому что пока что на текущий момент не регламентировано, сколько времени нужно отчитываться. Допустим, у вас моя рекламная статья будет висеть бесконечно долго на сайте. Получается, вы бесконечно долго за нее будете отчитываться. Но это тоже кажется нонсенсом. Потому что наши договорные отношения закончатся там за месяц, за два. Деньги вы уже получили, отчитались по ним. А зачем вам дальше отчитываться? И вот по этой вечной отчетности пока что решение тоже не принято. Но оно будет принято. Я сейчас в составе, ну, рабочая группа специально общается с Роскомнадзором. То есть они сделали рабочую группу по этому поводу. Для того, чтобы принять решение, каков будет срок вот этой отчетности. Она не должна быть вечной. Скорее всего, она будет несколько месяцев. По крайней мере, юристы говорят, что реклама живет пару месяцев, на два месяца. Возможно, будет два месяца. Возможно, дольше. Я думаю, что могут сделать максимальный срок год, потому что оператор рекламных данных хранит все данные в течение года. Дольше Роскомнадзор не обязывает их данные хранить. И вот эти специальные идентификаторы, которые выдаются на каждый рекламный материал, они хранятся в течение года. Я думаю, что, возможно, вот эта отчетность станет не вечной, а годовой. Но в течение года нужно будет отчитываться. Ну, посмотрим, как это будет реализовано на самом деле. Действительно, Роскомнадзор, вот как эту новость правильно воспринять? Роскомнадзор действительно слышит рынок. Роскомнадзор действительно понимает, что существуют какие-то рекламные форматы, которые, возможно, не учтены были в самом начале при запуске всей этой истории. И действительно делает шаги по упрощению жизни некоторым рекламораспространителям, некоторым агентствам, некоторым рекламодателям, которые сейчас просто в шоке, что им, например, нужно каждый месяц нулевые акты создавать. Или вечно потом за свою рекламу, которая просто висит где-то в Ютубе отчитываться. Да, 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 абсолютно согласен. В этом плане, наверное, интернет, в том числе, такое очень сложное медиа. Просто потому, что огромное количество вариантов тем или иным образом заявить о себе, в конечном итоге, может быть, собрать трафик. И, ну да, то есть разом вот в одном законе всего не учесть и не описать. Хорошо, но вот как я чуть выше анонсировал, а вот ты упоминал, социальная, например, реклама. То есть что на данный момент совершенно понятно не нужно маркировать? Причем я говорю, все-таки слушатели наши не профессионалы. Давай, не знаю, можно начать чуть ли не свой собственный сайт маркировать не нужно. Или свой паблик во ВКонтакте тоже не нужно маркировать. Что еще не нужно маркировать? Смотрите, очень важно, что на шаге ноль нужно определить, реклама это или не реклама. И это на самом деле шаг, который, с одной стороны, кажется, ну, не сложным. Вроде бы до того, как нам не надо, не появилась необходимость маркировать рекламу, казалось, всем все понятно, вот реклама у меня или нет. Как только сказали, нужно маркировать рекламу, отчитываться и, возможно, появятся штрафы, все начали переживать, а вот то, что я сейчас публикую у себя во ВКонтакте, или когда я публикую анонс какого-нибудь своего мероприятия, это у меня реклама, то есть я рекламирую свое собственное мероприятие, или я публикую пост со своим собственным товаром, это у меня реклама. Вот это очень важный шаг, потому что многие понесли в операторов рекламных данных для передачи в Роскомнадзор то, что не является рекламой, то, что по факту является информированием. Примеры. Допустим, у вас есть свое собственное сообщество в ВКонтакте, где вы периодически публикуете информацию о тех товарах, которые вы продаете. Обычно это не реклама, это просто информирование вашей аудитории о том, что у вас можно купить. Например, мы в Елама периодически проводим бесплатный образовательный вебинар на совершенно разные темы, в том числе вебинары о маркировке интернет-рекламы. Когда мы публикуем информацию о нашем вебинаре, это не реклама, это информирование аудитории о том, что мы проводим вот такой-то вебинар вот на такую-то тему. Это не подлежит маркировке учету, по крайней мере, на текущий момент. Может, в будущем что-то еще изменится. Свой собственный сайт. Обычно то, что у вас публикуется на вашем собственном сайте, это не реклама. Но если на вашем собственном сайте какой-то товар будет выделен... Ну, давайте представим, у вас интернет-магазин. Заходим на ваш сайт, у вас множество разных товаров на сайте выложено. И один товар, конкретный товар, он, например, в самом верху сайта, он вот так выделен, подсвечен, мигает, он сквозняком на всем сайте висит. То есть я перехожу на следующей странице, там тоже этот товар, хотя все другие уже изменились. То есть действительно вы выделяете какой-то конкретный товар на фоне других, и вот это уже имеет признаки рекламы. И это, поскольку антимонопольная служба определяет, реклама или не реклама, вы можете подумать, что не реклама, а ФАС решит, что это реклама. Ну, или у ФАС там конкретного региона, что это реклама. И в этом случае, ну, действительно, могут быть некоторые проблемы. Поэтому вот такое уже нужно будет маркировать. Это называется самореклама. И внутри кабинетов операторов рекламных данных реализовали саморекламу. Когда я говорю, что у меня реклама, но как бы договора нет, акта нет, это моя собственная реклама. Сам собой, да? Да, сам собой. Такая же ситуация может быть, например, если у вас два сайта, и вы на одном сайте рекламируете другой сайт, оба сайта ваши, принадлежат вашей организации. Это тоже, по сути, самореклама. Никаких договоров, никаких актов, никаких денежных отношений, но это реклама. И тогда вы в кабинете оператора рекламных данных просто включаете чекбок, что это моя собственная реклама. Тогда вам не нужно будет никакими суммами отчитываться. Вы просто скажете, что это реклама, дайте мне идентификатор, я его добавлю к этому баннеру. Что в этом случае нужно будет сделать? Вам на собственном сайте нужно будет к этому баннеру добавить текст, что это реклама, указать рекламодателя, то есть самого себя, и добавить туда данный идентификатор, который вы получите в операторе рекламных данных. То есть вот такое, то есть свое собственное тоже бывает иногда реклама. Что еще? Точно не нужно маркировать прямо выведенное из закона. Это email рассылки и пуш-уведомления своих собственных продуктов, товаров и услуг по своей собственной базе. Это важно, потому что если вы свои товары будете рассылать по чужой базе или дадите кому-то в рассылку, это уже будет являться рекламой. Если вы по своей базе будете делать рассылку чужих предложений, это тоже будет являться рекламой. И то, и другое нужно маркировать. И также не подлежит маркировке публикация в интернете теле и радиоэфиров, которые публикуются без изменений. То есть проходил радиоэфир, в радиоэфире была рекламная интеграция. Если далее этот радиоэфир целиком и полностью, вот без изменений, публикуется в интернете, то эта интеграция не подлежит маркировке учета. Также социальная реклама не подлежит маркировке учета. И в целом это все на самом деле. Вся остальная интернет-реклама подлежит. Есть еще некоторые исключения. Например, классифайды попали в исключение. Если вы размещаете товар на Авито, допустим, как физлицо, как организация, неважно, вот просто размещаете товар на Авито. Это не реклама. Это не подлежит маркировке учета. Даже если вы продвигаете этот товар на Авито. То есть если вы на Авито платите деньги, чтобы ваш товар как-то поднимался выше, как-то выделялся, там это называется Excel объявление и так далее. Это тоже на текущий момент не подлежит маркировке учета. Классифайды выведены. Наверное, кто-то из вас слышал, что под классифайды и под наружную рекламу вообще другой законопроект был, который потом завернули. Возможно, он еще в будущем всплывет, но пока что его завернули. Там хотели создать единого оператора классифайдов и наружной рекламы. Но пока что получилось отбиться от этого закона. Но вот Авито не нужно маркировать. Если еще вот один момент, на Авито там есть еще медийная реклама. И, кстати, на Азоне, вот если вы товары на Азоне продаете, не нужно маркировать. Но на Азоне есть еще прям реклама, настоящая реклама, которая запускается. Она называется медийная реклама на Азоне, там Азон Перформанс или что-то типа того. Когда там, опять же, там просто получается, что у вас конкретный баннер с конкретным товаром, с квазняком на разных сайтах, и это имеет признаки рекламы. Вот это подлежит маркировке. То есть тут нужно будет немного подразобраться. Но в целом исключения существуют на рынке. Хорошо. Сейчас вот по этому вопросу немножко уточню. Ты вот сказал Азон. И мы вот буквально на прошлой неделе записывались с Татьяной Ивановой. Мы как раз говорили про там инфлюенс-маркетинг. И касались вот этой истории о том, что на Азоне есть такая фича, как Азон Лайфстрим. Или как-то Азон Стриминг. Азон Лайф. И, ну, скажем, можно говорить, наши там слушатели, зрители могли видеть, может быть, примеры из Китая. Когда, допустим, какой-нибудь инфлюенсер прямо в живом эфире рекламирует, ну, условно, не знаю, помаду какую-нибудь. Ну, то есть это своего рода такой магазин на диване. Ну, что вот там только сегодня спецпредложение. Если закажете в течение 30 минут, привезем вам еще один, подарим там дополнительно. Ну, вот это вот. Вот все могли это видеть по телеку. Сейчас это все активно приходит в интернет. Вот такого рода лайфстримы. Это же тоже, наверное, какой-то вот такой рекламный эфир. Он как-то должен маркироваться? Это на самом деле это очень похоже на рекламу, потому что там продвигаются конкретные товары. И на текущий момент я бы сказал, что это должно маркироваться. При этом, вероятно, там будет множество разных рекламодателей. И это прям будет непростая, непростой кейс для маркировки, на самом деле. Я такой кейс не разбирал. Но очень похоже, что это нужно будет маркировать и отчитываться. Но, возможно, тут получится найти какую-то лазейку, потому что есть все-таки некоторое такое исключение, которое называется нативная реклама, которое в целом существует на рынке, но толком нет разъяснения каких-то, какой-то конкретной четкой формулировки, вот что точно прямо относится к нативной рекламе, что не нужно будет маркировать. Потому что когда, вот допустим, блогер, который постоянно обозревает доставку еды на YouTube, он постоянно, у него каждый ролик обзор доставки еды, и он сам заказывает доставку, то есть ему за это не платят. И вот у него постоянно однотипные ролики. И 51 ролик у него точно такой же, но рекламный. То есть ему заказали этот обзор. И это будет являться нативной интеграцией, потому что у него абсолютно все точно такое же. Он не делает какой-то эмоциональный окрашивание, он не говорит, что это самая лучшая доставка. Он просто делает точно такой же, абсолютно точно такой же обзор, то есть нативно интегрирует еще одну доставку в свой контент. И это, по идее, можно не маркировать, можно не отчитываться, потому что антимонопольная служба не отнесет, скорее всего, это к рекламе. А раз это не является рекламой, это можно не маркировать. Но вот конкретный стрим, когда в течение нескольких часов, а вот в Китае там был интересный пример, когда там едва ли не сутки этот стрим длился, и он невероятные деньги заработал, невероятная сумма там была продаж, и там в течение 24 часов просто прям конкретные товары продвигаются из широкого ассортимента, который, в принципе, есть. Это похоже на рекламу, но я бы вот на этот счет пообщался все-таки с юристами по рекламному праву, и я думаю, что они скажут, что это подлежит маркировке и отчетности. — Окей, просто интересный, да, видишь, как мы сказали, интернет такое сложное медиа, и учитывая, что сейчас маркетплейсы, в общем-то, набрали вес, не исключено, что такие стримы, ну, то есть у Озона это уже прям вот заявлено как фича, там не могу сказать по поводу Wildberries, или там какого-нибудь Яндекс Маркета, или, не знаю, Сбермаркета, или еще чего-нибудь, но, опять же, все меняется, через полгода включат, введут, и, в общем, да, тут вот появится вопрос, то есть что с этим делать, ну, я согласен с тобой, что это, в общем, какая-то стимуляция продаж, а реклама, в общем-то, и должна как-то обращать внимание, стимулировать, поэтому, вероятно, потребуется. Хорошо, мне кажется, мы так замечательно так сгустили краски, и все теперь вообще вот беда, я не знаю, там на каждый, на каждый буквально вот там полслова нужно вешать, значит, меточку. Я хочу, может быть, немножко так, чтобы наши слушатели выдохнули и расслабились. Скажи, в том случае, если малый бизнес, ну, опять же, в основном мы ориентируемся на вот слушателей из малого бизнеса, используют уже готовые платформы, такие как Яндекс Директ, ВКонтакте, включая там Одноклассников, ВКонтакте, MyTarget, вот-вот-вот-вот, весь-весь вот этот пучок, который там есть в ВК. Можно же расслабиться, ну, я так, так сказать, ты, когда регистрируешься в сервисе, занес все свои данные, название компании, ИНН, там, я не знаю, еще что-то, и дальше, в общем, на рекламных материалах вот это все возникнет автоматически, и здесь, в общем, можно спать спокойно. Да, это правда, это правда. Действительно, операторы рекламных систем, большие операторы рекламных систем Яндекс и ВКонтакте, они просто сделали своих собственных операторов рекламных данных. Они есть на сайте Роскомнадзора, они все размещены, в том числе ВКонтакте и Яндекс. Конечно, в первую очередь они их сделали для того, чтобы маркировать всю рекламу, которую запускают их клиенты, для того, чтобы клиенты от них не уходили, для того, чтобы исполнять полностью все требования закона, потому что они также являются участниками цепочки размещения рекламы, им нужно отчитываться за бюджеты, которые через них проходят, которые у них остаются. Действительно, если вы напрямую размещаете рекламу в Яндекс.Директе, Яндекс.Бизнесе, ВКонтакте, ВК-реклама, МайТаргет, то вам достаточно будет указать данные о рекламодателе, данные о себе, например. Это может быть физлицо, это может быть юридическое лицо, может быть индивидуальный предприниматель. Вы заполняете данные в рекламном кабинете, кто вы, заполняете ИНН, указываете, что вы являетесь конечным рекламодателем, нужно будет еще указать АКВЭД, и у тех, кто является физлицом, может возникнуть вопрос, какой АКВЭД указывать, потому что не требуется физлицу иметь никакой АКВЭД, на самом деле вы его нигде на госуслугах не найдете под себя. В этом случае вам нужно будет найти наиболее подходящий АКВЭД под тот продукт, который вы продвигаете, товар или услуг, который вы продвигаете. А организации имеют АКВЭД, поэтому нужно будет указать просто собственные. Далее нажимаете кнопочку «Сохранить», перед этим обязательно прочитав оферту, потому что не забывайте, пожалуйста, читать оферты, что там пишут рекламные системы. Они подготовили оферты специально под маркировку и отчетность, какая ответственность на вас лежит, потому что она все равно частично будет на вас, в том плане, что вы несете ответственность за те сведения, которые вы передаете, короче говоря. Если вы передали все сведения о себе корректно, но размещаете рекламу, которая вообще-то не должна размещаться по закону РФ, ответственность все равно будет лежать на вас, поэтому читайте оферты очень внимательно. Далее, что Яндекс, что ВКонтакте автоматически маркируют все рекламные креативы, которые будут созданы для вас, и автоматически за вас отчитаются. То есть более вам делать не нужно абсолютно ничего, полностью за вас промаркируют и отчитаются. Если вы работаете с подрядчиком, в самом начале мы сегодняшнего эфира об этом говорили, то за вас это сделает ваш подрядчик. Опять же, вам как рекламодателю, скорее всего, ну, очень мало таких физических действий придется делать. Либо агентство это сделает, в договоре пропишите, они это сделают сами. Либо реклама-распространитель. Ну, допустим, если вы рекламодатель, и вы без агентства напрямую хотите разместить рекламу у блогера или в каком-нибудь телеграм-канале, пожалуйста, размещайте. Опять же, обязательно надо сделать договор, потому что сейчас без договора законно разместить рекламу нельзя, потому что все привязывается к договору. Обязательно договор. Пропишите в нем, что именно реклама-распространитель, в частности блогер или владелец телеграм-канала, обязуется промаркировать рекламу, получить идентификатор, разместить рекламу с добавлением плашки рекламы, указания на вас, как на рекламодателя, и добавлением идентификатора, и отчитаться. И все в этом случае. Реклама-распространитель все сделает самостоятельно. Опять же, от вас потребуется немного действий. Вот от рекламодателей, на самом деле, точнее, даже рекламодателей, вот этот закон затронул в наименьшей степени именно в плане каких-то дополнительных действий, которые нужно делать. Поэтому в большинстве кейсов вам очень сильно переживать за то, что вам нужно много человека часов теперь будет тратить на это, не придется. Главное разобраться с тем, как все это работает, и найти того, кто это сделает. Вот и все. Смотри, ты упомянул, вот говоря про Яндекс, говоря про ВК, что, ну, действительно, такие платформы, которыми пользуются многие в нашей стране, и они, естественно, для удобства пользователей, для удержания пользователей, вот предусмотрели весь этот функционал. В связи с этим просто даже интересно, наверное же, теперь, если у нас, а я очень на это надеюсь и в это верю, будут появляться какие-то новые рекламные инструменты, новые рекламные платформы. Ну, например, вот как с прошлого года это случилось, там активно пошли в рост какие-то социальные сети, там, не знаю, Тенчат или еще там разные другие. Фактически, вот эти новые сервисы сразу, базово должны будут предусматривать у себя вот наличие такого функционала, как маркировка рекламы. В противном случае, ну, они просто, наверное, конкурентно не смогут работать, я им думаю, конкурировать с такими вот грандами, как там ВК и Яндекс. Ну, я думаю, что действительно им стоит, большим игрокам точно стоит предусматривать возможность автоматизирования, маркировки, упрощения маркировки и отчетности, для того, чтобы клиенты, новые клиенты, которые к ним заходят, и клиенты, которые уже есть у них, у которых возникают вопросы, как маркировать и отчитываться, оставались у них, для того, чтобы они могли сказать, что смотрите, мы сделали, мы упростили, вам нужно вот раз, два, три, там, три шага сделать, заполнить, дальше мы передадим всю информацию, возможно, вам там через месяц нужно будет дополнительно еще какую-то информацию для отчетности внести, и все. Иначе, да, да, действительно будут проигрывать, потому что кто-то из рекламодателя, а может быть и из рекламных агентств, решит, что не хочется ему сейчас размещать здесь рекламу, потому что непонятно, как исполнить закон в данном случае. И это касается не только, кстати, рекламных систем, это касается и различных, различных посредников, площадок, типа тех, кто позволяет автоматизировать размещение рекламы у блогеров, тех, кто позволяет автоматизировать процесс каких-нибудь имейл-рассылок, там, чьих-нибудь товаров, когда не свои товары, не по своей базе, и так далее. Потому что они, являясь посредником, вы же проводите деньги через них, они тоже участники цепочки размещения рекламы, и, допустим, если взять какую-то платформу, которая позволяет размещать рекламу у блогеров, вот вы туда заходите, как рекламодатель, вам говорят, смотрите, занесите к нам бюджет на нашу площадку, нажмите на кнопочку, пару кнопочек, какие результаты вам нужно достичь, в какой тематике вы работаете, мы подберем для вас блогеров, напишите, какое объявление у вас, а мы разместим эту рекламу у блогеров. То есть и реклама проходит вот такой путь, и бюджет проходит такой же путь. И давайте представим, что эта платформа, этот сервис, не позволяет вам промаркировать рекламу, отчитаться за рекламу. Что в этом случае делать? Получается, вы приходите и думаете, так, чтобы мне полностью исполнить требования закона, чтобы ко мне не было никаких вопросов ни у антимонопольной службы, ни у Роскомнадзора, мне нужно, чтобы все было выполнено, чтобы у рекламы распространителя, итогового, у блогера, была вся необходимая информация. А эта информация, эта может появиться только, если она пройдет через площадку. А площадка говорит, мы этого не делаем. Или площадка говорит, мы вообще запрещаем нашим клиентам, или там блогерам, которые с нами работают, как-то участвовать в исполнении данного закона, потому что мы пока что не решили, надо нам это или не надо. Типа, хотим мы о своих бюджетах отчитываться или нет. Конечно, для таких площадок, для таких рекламных систем это несет огромные риски, потому что вот все, что я сейчас говорю, это основано на реальных кейсах, которые есть на рынке. Я никаких имен называть не буду, но это существует. Такие кейсы уже существуют. И все-таки всем приходится в какой-то момент одуматься, еще несколько раз пообщаться с юристами, понять, что они сами тоже должны маркироваться и отчитываться, что на них тоже лежит ответственность. Возможно, кто-то из них уже видит, что от них начинают отказываться, и тогда они начинают принимать какие-то меры. Лучшая мера, которую можно принять, если вы большой, это как-то что-то автоматизировать. Вот, например, у нас в Елама более 35 тысяч клиентов. Это и самостоятельный рекламодатель, то есть прямо предприниматели, бизнесы, которые приходят в сервис Елама, elama.ru, и совершенно бесплатно в нашем сервисе подключают большое количество разных рекламных систем. Яндекс.Директ, ВКонтакте, MyTarget, Telegram Ads, который тоже подлежит маркировке и учет. И мы у себя, зная, что с 1 сентября такой закон вступит в силу, реализовали новые технические возможности для маркировки и отчетности, максимально все упростив. Допустим, вот представим, вы самостоятельный рекламодатель, бизнес. Вы запускаете рекламу, ВК реклама, это разные кабинеты, ВК реклама, в MyTarget, третий кабинет, например, еще в Яндекс.Директе и в Яндекс.Бизнес. Пять кабинетов я насчитал. Вам, как бизнесу, надо в пяти разных кабинетах пойти, прописать всю информацию, потом проследить, чтобы все корректно работало. Что мы сделали у себя в Елама? Опять же, чтобы все наши клиенты исполняли все требования закона. Мы сделали, что вот смотрите, вы рекламодатель, заполните одну карточку рекламодателя, кто вы, расскажите, кто вы. Заполните ЕНН, заполните наименование организации, далее скажите, в каких рекламных системах вы запускаетесь, вы просто выбираете раз, два, три, четыре, пять. Мы все привязали, у нас все данные есть, мы дальше все эти данные передаем в оператор рекламных данных, дальше они уходят в реестр Роскомнадзора, месяц заканчивается, например, сейчас март сегодняшним днем заканчивается, в апреле мы за вас, как за рекламодателя, сами отчитаемся, вам вообще ничего делать не надо. Вот, по идее, на рынке что-то вот такое должно появляться, то, что делает Елама, то, что делаем мы, упрощать работу клиентам, чтобы клиенты не уходили и чувствовали заботу. Скажи, пожалуйста, ну, наверное, сейчас вот, завершая вот этот вопрос, про платформу, а как, все-таки, интернет же, глобальная медиа, как быть с зарубежными платформами, причем, ну, ладно, не будем брать там какие-то экстремистские, хотя, в общем, почему нет, там аудитория все равно осталась, но хорошо, допустим, не экстремистский, какой-нибудь LinkedIn или Twitch, или там, не знаю, Twitter, Pinterest, вот, вот, вот как быть с этим, ну, в том плане, что, например, если площадка, вот, вот эта платформа, фактически доступна только тем, кто ходит через VPN, ну, LinkedIn, допустим, там, или еще какие-то, ну, как будто, раз в него без VPN не зайти, тогда, собственно, что там делать Роскомнадзору, ФАСу и так далее, то есть, этого нет, оно как бы есть, но его как бы нет, вот, там нужно маркироваться? Ну, это действительно, ты абсолютно правильно говоришь, это как бы есть по факту, но, в юридическом пространстве, этого нет на территории Российской Федерации, и юристы говорят, что раз этого нет, в юридической плоскости, то, по идее, никакой ответственности за это тоже быть не может, и требования закона на это не распространяются, это касается экстремистской сети тоже, в том числе, поэтому, ну, большинство, по крайней мере, коллег, юристов, с кем я общался по этому поводу, сходятся на мнении, что ни ФАС, ни Роскомнадзор за это не должны штрафовать, и по идее, это можно не маркировать, я все-таки, ну, вот, в некоторых кейсах я бы на всякий случай перестраховывался, в каких кейсах? Соломку подстелил. Да, соломку бы подстелил, в каких случаях? Если, ну, по экстремистской я бы, вот лично я, я сейчас говорю о себе, не от лица Елама, а от лица Никиты Кравченко, лично я бы, никакую информацию в Роскомнадзор, по поводу размещения рекламы, в экстремистской соцсети, точно не понес, точно не понес, потому что, выполняя требования одного закона, я бы пошел нарушать требования, какого-нибудь другого закона, понятно, что там, как бы именно, если ты официальную рекламу не запускаешь, то ты не финансируешь деятельность экстремистской организации, ты, по сути, платишь блогеру, который там просто работает, но это немножко другая история. А вот если, допустим, зарубежная какая-то соцсеть, зарубежная рекламная платформа, которая все-таки позволяет размещать рекламу на территории Российской Федерации, и пользователи могут получить доступ к этой рекламе без VPN, например, могут просто зайти и посмотреть, хотя сама рекламная система находится за рубежом. Что в этом случае... Да, ну представим, вот была табула, допустим, табула вот была какое-то время, я не знаю сейчас, есть или нет, но вот табула. Ничего, ничего про экстремизм, ничего, просто какая-то вот тизерная сетка там, да, на хороших площадках. Да, вот Роскомнадзор по этому поводу говорит, что они ожидают, что зарубежная рекламная платформа будет тоже исполнять требования закона Российской Федерации, тоже будет маркировать рекламу, будет отчитываться за рекламу, потому что она тоже является участником цепочки размещения рекламы. Вообще, зарубежные юрлица, организации, ТНВП, которые размещают рекламу в России, они тоже могут данные и о себе, о своих договорах внести, тоже могут промаркироваться, и отчитаться, могут. Будут делать или нет, это другой вопрос. Многие не делают. Ну и, допустим, эта рекламная система ничего не делает в этом плане. Что в этом случае делать вам, если вы все-таки хотите там размещать рекламу, но не отказываться же от рекламы, если она для вас там эффективна? В этом случае вам нужно полностью выполнить все требования закона, которые вы можете выполнить. Ну, вы можете пойти в оператор рекламных данных, зарегистрировать там свой доходный договор, указать данные рекламодателя, получить идентификатор, и потом отчитаться по акту, который вы выставляете своему клиенту, например. Либо, если вы сами собственник бизнеса, то вы можете внести всю информацию, которую вы... Вот, в принципе, придите в оператор рекламных данных, все, что вы можете внести, внесите. Понятно, что у вас там не будет технической возможности добавить, допустим, этот идентификатор к креативу и так далее. То есть, Роскомнадзор говорит, вы сами, главное, выполните все, что вы можете сделать. Если к вам потом возникнут какие-то вопросы у регулятора, вы скажете, ну, просто объясните. Я думаю, что все будет нормально в этом плане. Вы объясните, что происходит, почему так, и что вы сделали, самое важное. Вот сейчас даже лежать в сторону исполнения закона, когда это сложно, выполнимо, это уже хорошо. Главное, вам потом показать, что вы что-то делаете. Ну, да, добропорядочный, добросовестный рекламодатель, исполняющий закон или стремящийся, даже если где-то ошибся, ну, по крайней мере, старался. Да, да, все так. Слушай, а вот такие инструменты, вот ты упомянул, Telegram Ads, сам по себе Telegram Ads, вот, скажем, в отличие от Яндекса или ВКонтакте, еще не предусмотрел у себя вот сразу же историю про маркировку? Нет, автоматизированный не предусмотрел, никакой автоматической интеграции с операторами рекламных данных у них нет, поэтому на текущий момент все рекламные объявления, которые запускаются в Telegram Ads, нужно маркировать вручную, то есть нужно самостоятельно пойти, получить идентификаторное каждое рекламное объявление. Совсем недавно в Telegram Ads появились обновления в рекламном кабинете, теперь там есть специальные блоки, которые можно использовать для исполнения требований закона, туда можно внести разную информацию, но в частности там есть специальный блок, куда можно внести данные рекламодателя и специальный блок, куда можно внести тот самый идентификатор, который вы получите. Получить идентификатор можно в E-Lama, если вы работаете в Telegram Ads через E-Lama, можно в любом другом операторе рекламных данных, но автоматически с какой-то сквозной интеграцией, как с тем же Яндекс.Директом, когда вы бы просто указали, что вы Никита Кравченко запускаете рекламу и типа дальше он бы сделал все сам. Такого нет, появится в будущем или нет, не знаю, честно, экспертное мнение, что в этом году не появится точно, может быть в будущем что-то и придумают, но пока что так. Сделали вот это и это уже хорошо на самом деле, потому что и эти-то обновления появились совсем недавно. И вот примерно вот рядом с этим еще пара вопросов. Ты уже упоминал про нативную рекламу и вот если не брать блогеров, которые могут делать там нативные интеграции, помнишь, было, хотел сказать было, но наверное не было, а есть, ряд, ну, своего рода сетей, такие вот тизерные сети, когда это комбинация там картинки или видео, даже видео, может быть там с текстом. И эти инструменты, эти платформы позиционировались как инструмент нативной рекламы. Причем зачастую там можно было даже задать какие-то элементы стиля вот тех страниц, тех сайтов, на которых это будет показываться, так, чтобы брался тот же шрифт для текста, брался, допустим, цвет фона или еще, то есть вот, чтобы это сообщение выглядело максимально вот интегрировано в страницу. Но ведь фактически маркировка сейчас приводит к тому, что вот уже нативно не получится. Ну, просто вот на этом будет слово реклама с названием рекламодателя, то есть вот это явление нативности, оно, по сути, вот испаряется, исчезает. Абсолютно верно. На текущий момент есть только один, всего один вариант. Это слово из семи букв реклама, которое обязательно нужно добавлять каждому рекламному объявлению, никаких других слов, написать где-то мелко нативочка или не написать вообще не предусмотрено. И в данном случае вот это как раз пояснение от сетки, что это нативная реклама, она, она все равно реклама. Ее точно нужно маркировать и отчитываться. А нативная она как раз просто в том плане, что она так интегрируется в материал, что у пользователя будет высока, что будет высока вероятность, что пользователь кликнет по этой рекламе. Не более того, но все эти сетки, все CPA платформы, все, кто занимаются, различные платформы, которые занимаются рекламными SEO-ссылками, они все точно также должны исполнять требования закона. И да, нативность как таковая все-таки исчезнет. И это, кстати говоря, одна из причин, почему данный закон появился. потому что регулятор понимает, что реклама должна быть очевидной. Ну, действительно, человек, пользователь должен сразу понять, что вот сейчас ему показывают рекламу. Поэтому вот именно такие требования. Ой, слушай, шикарно. Вот прямо у меня вот и был к тебе вот этот вопрос, собственно, а зачем закон? Ну, в смысле, какой смысл в этом? По крайней мере, вот пока мы говорим, вот уже я уловил как бы два смысла. Ну, первый это все-таки чтобы людей не вводили в заблуждение и чтобы они понимали, что ну вот да, перед ними реклама и как-то ответственно и серьезно подходили ну вот к тому, что они видят и дальше, так сказать, для себя решают. Ну, второй момент, это, наверное, все-таки следить за бюджетами, за какими-то денежными потоками. И, собственно, вот сейчас мы видели неоднократно там на прошлых неделях всякие там истории с блогерами, там доходами и прочим. то есть как-то, в общем, опять же, обелить и упорядочить эту историю. Все верно, все верно. Эти два пункта, они действительно имеют место быть. Да, обелить рынок, обелить рынок еще и в том плане, что все начнут работать по договорам, все начнут отчитываться. к данным реестра, ко всем данным, которые собирает Роскомнадзор, будет иметь доступ и антимонопольная служба, и налоговая служба. Соответственно, в любой момент по запросу или уж без запроса, я, честно говоря, не знаю, как они будут получать доступ. Они смогут посмотреть какую-то информацию, соответственно, появляются некоторые дополнительные налоговые риски, если вдруг где-то что-то вы не учли или сделали не так, или наоборот получили какие-то вычеты, которые не должны были получать, отнесли к рекламе то, что не должно было относиться к рекламе и так далее. Также Роскомнадзор получает возможность следить за тем, что размещается в интернете, поскольку каждый рекламный материал получает идентификатор, регистрируется, улетает в Роскомнадзор, соответственно, какими-нибудь специальными алгоритмами они могут отлавливать рекламу, которая законно нарушает, которая, в принципе, в интернете не должна была бы появиться, но по какой-то причине появилась. Ну и кроме того, сами рекламодатели, рекламное агентство, те, кто занимаются распространением рекламы или продажей товаров и услуг, которые не в рамках закона Российской Федерации, теперь несколько раз подумают, а стоит ли им такую рекламу запускать. Если стоит запускать, надо ли ее маркировать, скорее всего, решат, что не надо, а раз не надо, значит, они столкнутся с проблемой, а где теперь разместить им такую рекламу. Я думаю, что постепенно, постепенно им начнут отказывать те, кто уже сейчас размещают такую рекламу, поймут, что не надо ее размещать, потому что за нами следят, например, за нашими бюджетами смотрят, к нам могут прийти и так далее. Это такая, знаешь, своего рода, вроде бы, на исполнении этого закона как будто функции модерации нет, но созданы такие условия, вот как ты сейчас описал, что сторона, которая стремится разместить рекламу, лишний раз подумает, а стоит ли. То есть, такая модерация, но на уровне рекламодателя. Да, все так. слушай, ну, прям сейчас вот буквально чуть-чуть еще, вот уже будем сейчас потихонечку закругляться, но очень интересно. Как быть с смс-ками ввиду того, что, ну, сообщения достаточно короткие, однако я знаю, что мы с вами, вот все здесь, когда подписываем контракт с мобильным оператором, мы соглашаемся на получение всяких там информационных и разных там сообщений, ну, своего рода, это такой рекламный канал вот у мобильного оператора. Но я просто вот о чем, что в сообщении там вроде бы 160 знаков, что-то вот вроде того, и там вот 7 знаков это реклама, а еще название там, ромашка, ну, в общем, это там прям отъесть приличный кусок. Не знаю, приходилось ли тебе сталкиваться, что-нибудь об этом знаешь? Не, вот смс-ки не подлежат маркировке по данному закону, потому что смс- это не интернет-реклама. Пуш-уведомление, если не по своей базе или не своих товаров подлежит, и вот, ну, можно просто немного переформулировать твой вопрос, сказать, а что с пуш-уведомлениями, которые тоже короткие, а что, например, просто с рекламными форматами, которые короткие, в том же Telegram Ads, там тоже 160 символов всего лишь, и никто не был готов добавлять туда слово реклама, это 7 букв, 7 символов, добавлять туда данные рекламодателя, неизвестно, какой длины, да, и как там тогда рекламу-то вообще написать, вот, в этом случае, если происходит размещение рекламы в каком-то коротком таком формате, ну, то есть, просто реклама, текст, вот только текст, у вас есть возможность только текст добавить, но он очень короткий, в этом случае все равно нужно выполнить требования закона, нужно поискать варианты, то есть, слово реклама должно быть в любом случае, если есть возможность, например, отправить, ну, просто прикину вариант, допустим, сразу следующим же пушом отправить, что это была реклама, можно попробовать так сделать, ну, например, вот такое решение предложил Роскомнадзор в отношении кругляшек в Телеграме, когда мы записываем вот эту кругляшку, видосик в Телеграм, выкидываем в Телеграм-канал, например, и, допустим, там есть реклама, вот как промаркироваться, куда добавить слово реклама, они сказали, значит, вы вот этот кружок записываете, выкладываете рекламный, и в следующем, например, кружке, или просто текстом, следующим же сообщением, чтобы была связанность сообщений, прямо там слово такое, связанность сообщений, вы пишете, что это реклама, то есть получается такой, по сути, текстово-графический баннер, то есть у вас есть какая-то графика или видео, и следом сразу текст, и вроде бы мы полностью выполнили требования закона. Можно еще сразу прокомментировать очень маленькие графические баннеры с таким вопросом ко мне приходили, а вот если у меня только графика, отрисованный баннер, но он, допустим, очень узенький, очень маленький, если я напишу там реклама, рекламодатель, этого не будет видно, а вообще-то фаз говорит, что должно быть читаемо, человек должен сразу понять, что это реклама, опять же, ну, значит, под этим баннером разместите текст, что это реклама, указание рекламодателя, оно будет связано, это будет по факту единый рекламный креатив, и вы, опять же, выполните требования закона. Очень интересно, скажи, пожалуйста, вообще есть какая-то мировая практика, я имею в виду, у кого-нибудь еще есть вот подобные законы маркировки диджитал? Нет, просто любопытно. Замечательный вопрос, нет. Именно такого, вот именно такого решения, как в России, нет нигде вообще в мире, есть некоторые другие вариации, но это прям совершенно иная практика, только у нас вот такая реализация с введением дополнительных игроков на рынок, которых не было раньше вообще, это те самые операторы рекламных данных, про которые я несколько раз уже упоминал. Это большие, технологически укомплектованные, готовые компании, чтобы этим заниматься, например, как Яндекс и ВКонтакте, и весь процесс маркировки строится как раз через них, ну, и в целом, вот все то, как оно выглядит на текущий момент, вся эта реализация, она уникальна. В мире такого больше нет нигде. Сначала это казалось вообще нереальным, честно говоря, я вот вам говорю как человек, который еще с декабря 21 года погружен в эту тему, потому что законопроект активно стали обсуждать в декабре 21 года. Мы еще писали открытые письма, чтобы перенесли данные, введение данного закона в силу, потому что, ну, не та экономическая ситуация, но все равно ввели. И вот тогда казалось, что это вообще нереально, что рынок вообще не справится, ничего не получится. Но в итоге, вот сейчас по факту видим, что полгода прошло, чуть больше, по-моему, чем полгода. В целом, рынок адаптируется, все участники рынка постепенно адаптируются, и рекламные системы сделали своих операторов, и у себя реализовали функционалы, постепенно кое-что еще дорабатывают, потому что даже там у ВКонтакте до сих пор некоторые форматы видоизменяются, кое-что не доделано, доделывают на ходу, и в конечном итоге оно будет работать. Ну, видно, что оно будет работать. Так или иначе, рынок придет к тому, что все устаканится, и все будут маркироваться и отчитываться. Смотри, как вот в нашей жизни не так давно возникли, ну, как будто прям даже новые профессии, там, директолог, контекстолог, торгетолог, но вот ведь мы понимаем, что опять же интернет очень динамичная сфера, постоянно появляется что-то новое, и к тому, что будут появляться новые носители, новые платформы, какие-то новые варианты, ну, мне кажется, что, в общем, уже вот сейчас, по сути, назревает новая профессия, там, маркировщик интернет-рекламы. Да, может быть, но прям есть такой нюанс, нельзя доверить маркировку и отчетность вашей рекламы кому-то, ну, то есть отдать на аутсорс, то есть доверить кому-то, кто не участвует в цепочке размещения вашей рекламы, то есть вы можете взять человека в штат, вы можете взять консультанта, ну, например, я вот сейчас оказываю услуги по консультации, если ко мне обращаются, но я сам не могу пойти и в оператор рекламных данных промаркировать вашу рекламу, отчитаться, Роскомнадзор сказал, что это недопустимо в своих ответах, что только вы можете это делегировать там своему агентству, например, который с вами работает, но вот по поводу как раз новой профессии для человека, который может появиться в штате, это абсолютная правда, потому что на текущий момент этим занимаются либо специалисты по рекламе, которым пришлось в этом разбираться, либо тот, кто занимается документооборотом в компании, либо кто-то даже из топов берет на себя эти обязанности, потому что тема важная, не хочется что-то упустить, не хочется потом получить штраф, это логично, поэтому кто-то берет опять же на себя, ну, как минимум, изначально люди сами разобрались, кто-то там из, например, директоров, директор по маркетингу, например, во всем разобрался, а потом спустил как-то обязанности на разных участках, а сам сейчас контролирует. Но вот интересный момент, что буквально на днях, может быть, даже вчера, я поймал такую вакансию на HeadHunter, специалист по документообороту, казалось бы, такой специалист в штате уже может быть, но здесь конкретные требования, здесь компания конкретно пишет, что вот мы занимаемся тем-то и тем-то, там рекламное агентство, сейчас мы ищем специалиста по документообороту и ждем от кандидата опыт работы с оператором рекламных данных, единым реестром интернет-рекламы, далее там еще некоторый спектр ожиданий и далее какие обязанности будут, согласование, подписание договоров с рекламными площадками, предоставление отчетности финдепартаменту, сверка документов, выставление счетов, работа с контрагентами, как раз только, только исключительно в рамках закона о маркировке интернет-рекламы, вот такое уже появилось, действительно, такие люди нужны, вот, может быть, кто-то сейчас думает, а чем бы ему заняться, сейчас действительно такой момент хороший для того, чтобы разобраться в данном законе, потому что я вот честно на текущий момент уверен, что если вы разберетесь, то вы найдете себе работу, вас точно куда-нибудь возьмут и вы просто возьмете на себя вот эту ответственность по маркировке отчетности, поэтому посмотрите в эту сторону. Классно. Никит, вот прям на этой ноте, давай, вот какие-то напутствия пожелания нашим слушателям, вот прям нота была прям такая хорошая взята, давай. Да, напутствия на самом деле простые, на самом деле уже прямо сейчас вы должны как минимум задуматься о том, что вам нужно маркировать вашу интернет-рекламу и потом за нее отчитываться, по-хорошему вы уже должны этим заниматься, если еще нет, то пожалуйста начните, пожалуйста начните, разберитесь, посмотрите, у нас целая серия вебинаров Елама, почитайте материалы, почитайте статьи, разберитесь с этим моментом и начните маркировать вашу рекламу, начните за нее отчитываться, для того, чтобы вы полностью, полностью, на сто процентов исполняли все требования закона и к вам ни у кого вообще не возникало никаких вопросов в будущем, никогда тогда ни с каким штрафом к вам никто не придет и вы будете дальше совершенно спокойно работать в рамках правового поля, вот такое вам напутствие. Знаешь, вот прям закончим тем, что вот перефразируя слоган одного из федеральных ведомств, скажем так, маркируй рекламу и спи спокойно. Все верно. Классно.